Перед современными имамами стоят новые вызовы противодействия терроризму и уходу мусульман запрещенную на территории Российской Федерации террористическую организацию ИГИЛ. Духовники признаются, что молодежь больше доверяет информации в социальных сетях, чем в проверенных источниках. Отметим, с 2015 года более 20 оренбуржцев уехали воевать на Ближний Восток. Традиционным исламом говорится об уважении к родителям, об уважении к старшим, чтобы ребенок должен выйти из дома, должен благословить своих родителей. Если мы будем прививать своей молодежи вот эти традиционные ценности, какой мама или папа даст разрешение выйти ему в своем счаду в поддержку ИГИЛ, запрещенной на территории Российской Федерации. Не все же знают, что рядом с нами ту же мечеть ходят, молятся, да, и что у них на уме, с какой идеей они пришли. Два года среди нас ходили ребята, которые так же, как и мы, молились, но у них идея была другая, как призвать, ходили на улицу, призвали, что недопустимо. Начиная даже с членов нашей семьи, с детьми нашими, соседями и так далее, распространять правильную информацию. Они привыкли верить слухам и так далее, читающих и владеющих информацией из официальных источников очень мало. И вот наши проводники, наши мухалимы, которые преподают, они являются именно источником правильной, достоверной информации. По словам председателя Духовного управления мусульман Оренбургской области, число прихожан в регионе увеличивается за счет мигрантов, а местное население дистанцируется от религии. По мнению оренбургских имамов, ислам в социальных сетях представляют неверно, из-за чего с истинного пути сбиваются не только мусульмане, но и верующие других конфессий. В нынешних условиях имаму нужно быть не только настоятелем мечети, но и духовным идеологом для своих прихожан. Анастасия Клесова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. Анастасия Клесова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.